всем привет меня зовут олег ванга рандом гейм и мы продолжаем проходить игру ведьмак 3 дикая охота так остановились мы на задании список блудниц нам надо короче выяснить выясните куда делся лютик у его у его бабенок короче а бабенок у нас 5 штук ну ладно давай пойдем начнем с самой ближайшей я все отдам с процентами только дайте мне неделю господин младший не банкир он человек порядочный платишь срок вот тебе охрана не платишь на помощь глупая думаешь рыцарь на белом коне тебя спасет почти не вмешивайся седой не твое это дело так вон отсюда у вес полу новая охрана 200 доделать а почему нельзя их просто заколдовать кого хуя 200 нихера себе вес полу теперь новая охрана да ну это чья же так моя короля нищих блять ну как-то это подстава какая-то если я скажу короля нищих и еще не дай бог мордобой начнется не моя моя я предложил лучшую цену ну посмотрим что у тебя с качеством услуг да ты иди ты нахуй ты кого меня даже не достал вот туда помойся блять можешь меня не благодарить правда прости не пойми меня неправильно я благодарна но все что было все пропала ладно тебе отстирается конечно отстирается надо все в белом уксусе замочить да не в этом дело младший мне не простит или я сама сверну лавочку или мне ее по ветру развеют прости я не думал что все так серьезно такая у женская доля мужчины развлекаются а мы разгребаем последствия ну да ладно перееду в аксинфорд и профессорам надо стирать кальсоны не знаю помнишь ли ты меня но мы уже встречались нет а погоди погоди узнаю и тот ведьмак в которого я почти попала цветочным горшком когда ну когда выпроваживала лютика через балкон я здесь как раз по его поводу ты не знаешь куда он делся верно шляется где-то фазан хрипатый проходимец лживый о чем-то он тебе досадил тем же чем и всегда сердечный друг от семи недуг вернулся ко мне говорил что теперь-то до гробовой доски и что застукала я его на пристани как он шлялся под руку с какой-то потаску это уже было слишком сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной прибанек потом вот это вышвырнула я у тебя тело не прорисовалась до конца слыш что за девушка была на пристани говорил племянница из ковера да скорее скурвера скурвера что чуть зенки на лоб не лезли у него впрочем тоже да говорю у тебя артистка какая-то или шлюха они в общем по одной цене спасибо за помощь слушай если уж я найду лютика передать ему привет от тебя нет только скажи ему что он козел но пускай забегает опа на 15 сука еще два уровня еще два уровня до новой броники так чё нам улучшить я так ну давай в принципе щит наверно да так поддержка так второй режим знака поддержка счета более больше не расходует энергию расход энергии на блоки остается прежним то есть если я оставлю по мнению бьют а энергия не расходуется да но это неплохо ну-ка проверим да заебись удобненько так поговорить с элихаль а мега красивая эльфка якобы якобы золтан подстава приветствую я друг лютика ищу элихаль ты ее нашел чем могу служить подшить что-нибудь штаны и залатать на запечете с книгой в руки влезли а что ты так вот раз положи книгу долбоем я думал что элихаль подруга лютика а вон оно что подожди здесь так лучше да красавица элихаль то есть ты лютик значит как вы познакомились я встретил его как-то в корними не интересно в дугу пожалуй я не хочу знать что было дальше ладно тебе он был не настолько пьян чтобы не понять в чем дело впрочем мужчины меня не интересует я это ему сразу сказал счастью разум лютик открыт для многого мы провели вместе приятный вечер а с той поры он стал моим верным клиентом и пока за помощь приятно было познакомиться твоим услугам если вдруг понадобятся новые штаны или комзол ты знаешь где меня искать так а давай-ка сразу у него кое-что купим для задания чтоб больше его не видеть больше чтоб к нему не приходить никогда так нормально 150 опыта отличного ему сейчас скоро уже до 16 уровень дойдет еще пару серии будет 17 так покажи свои товары вот масочки масочки да покупайте заебал давай сыграем карты 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 мне нужны карты у меня казни до сих пор нету какого хера ладно давай так шпион отлично еще шпион вообще замечательно так чё у нас тут есть давай синяя полоски нормально но еще отлично просто замечательно ой чё тут сходить-то на тебя ну давай начнем наверно вот так вот может и шпионов выкинешь на талис так ну на держи о медик прекрасно о шпион полетел замечательно так держи золото на от сука сотри время тянь гандон какая но на шпиона еще держи сука какая че сделать то так ну ладно давай мараше прям выманить у него по максимуму еще тут еще так но этого пока лучше не кидать потому что я верну шпиона следующем бою вот этого может выпадет еще один так что лучше пока его не кидать ну ладно давай еще и семеро кинем короче но дубку выманил так а чего у него за лидер так отменяют все эффекты погодных картах нормально ну и сегодня все так шпион пошел шпион пошел давай мне эту еннифер давай вот сука ладно вот ты сука ну какого хуя у меня нету больше твой какая так ну ладно на держи ты заевал сука чем тот чем на тебя ходить на еще так вот тваря гамадрила жопа сука щас хуёво очень хуёво у нас все идет если у него есть казнь мне пизда задудел блять так а надеюсь тебя нет дракона ладно давай сука не дай бог у тебя козлил ладно давай сука не дай бог у тебя козлил не урод ты сука корявый еще как хлобы снят казни сотри последняя карта нет сука не козлил ладно нормально была бы казни мне пизда пришла ну гамадрила следопыт из долблатанный хуйня как обычно короче какая-то заебала на колоду севера вообще ничего не дают так поговорить с марабеллой а чё поближе ничего больше нету но они в принципе почти на одинаковое ладно сука ты тварь сделает плядь чё это геральт из ривии ведьма прозванные белым волком хочешь чтобы я тебя отшлёпал оскорбление чувств верующих у нас приказ доставить тебя на допрос но сперва сдай оружие я еще че сделать через мой труп я тебе говорил что его не проведешь ну что поделаешь завалим как-нибудь а к нам только чести больше помнишь проповедника который говорил о чародейках и ведьмаках ну помню верующими оскорбил ну дебил но обосраны мы приобщим тебя к таинству последнего очищения да что ты это ты зря горишь сука так дебил и конечно я херею ты купец больше на бомжа похож приветствую в гвинт играешь чуть-чуть и есть ты помойка блять обычный предмет мусор 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 и кто-то покупает у тебя этот мусор ты чё ёбан ты что ли дурак блять давай хоть в карты сыграем давай лучше сыграем в карт хочу у нас есть так один шпион один шпион херово херово ладно надеемся что у меня нет сука ну ладно и воскресить могу если чё следующем но лучше бы был этот манекен угол а а по бля хорош давай сюда так но держи роше так и давай еще карты не стесняйся но он сейчас все равно казак карту получит сука падла все шпион до пошел допустим так у него у него может быть еще йеннифер кинуть не кинуть хера знает не на вот эту пока держи пасуй сука пасуй иди нахуй пасуй сука пасуй урод сука а тварь выманивать смотри выманивать шпиона у меня по то какая скотина блять вот сейчас кину шпиона и у меня блять выпадет еще один этот козел оуу отлично еще одна так держи шпиона сразу сходу затем затем держи еще одного еще а у меня за у нихуясь и на еще держи сейчас еще один прилетит еще держи нормально нормально вообще хорош вот и сука тупая у тебя чё нету осадных что ли ты че издеваешься нахера ты вот эту хуйню вообще кидаешь ты зачем ты так делаешь то мудак так а чего него лидер могет возьмите из вашей колодным углу и сыграйте эту толпоёб а у меня нет ничего не по а ну да ну ладно у меня нету лучников так что похеру блять а такой расклад был хороший этот сразу дочь все обосрал гандом блять вот эти бы две карты сразу по 32 бы устали сука тварь какая 24 нормально до свидания бичара чё кладбищенская баба взяла у них всякую давать так а вот прости я ищу марабеллу это я подожди на улице я веду урок прости но я не могу ждать речь идет о лютике меня зовут геральт и я геральт я знаю кто ты хорошо если ты так хочешь принять участие в уроке пожалуйста дорогие дети у красолова к сожалению лихорадка поэтому сегодня мы пригласили ведьмака который расскажет нам о своей профессии я надеюсь ты их не разочаруешь ну кто хочет задать первый вопрос я а что значит что все ведьмаки похотливы это значит что в результате мутации они обладают чрезвычайно развитым либидо либидой если какая-нибудь девушка любит ведьмака ведьмак говорит что я получу если убью чудовище она что только пожелаешь а ведьма говорит но тогда даже не то чего сама не ожидаешь и вот оттуда берутся маленькие ведьмаки дети что это такое иногда если человек проклятый превратился в чудовище ведьмаку приходится его убить даже если это король значит король фольтест был чудовищем а как отрезают голову ты нам покажешь как отрезать голову а можно попробовать эликсиры на сегодня хватит собирайте вещи увидимся завтра утром попрощайтесь с мастером геральтом здорово что ты зашел да ну вот если бы крысолов крысолов больше денег получает за заказ это уже проверенный шоу я знаю что ты недавно виделась с лютиком да это был самый скучный вечер в моей жизни он читал тебе свои стихи нет мы смотрели атлас грибов может охладно даже гадать не буду что взбрело ему в голову его интересовала плесень когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом я поняла что у наших отношений будущего нет ты видела лютика после этой истории с грибами нет я даже думала дать ему еще один шанс потому что на самом деле у него золотое сердце просто ему нужно немного больше дисциплины но он не вернулся и я решила нет так нет спасибо за помощь до свидания так поговорить с молли поговорить поговорить с розой вар а таре так давай сначала поговорим с розой до сначала с розой поговорим потому что молли она вообще за городом находится на сначала выполнен выполнить то что у нас в городе есть а потом уже а потом уже и ехать не звучит как детский плач меня под кроватью завелась чудовища когда вознесем же молитвы и знал связи но чего еще так я учитель фехтования я ищу розу вара тарая новый повар но хер его знает давай попробуем проникнуть тайны я ни разу не пробовал проникнуть тайна знал бы ты чего я хочу барышня роза не видится с кем попала я геральт и зрели ведьма ну вот как барышня роза превратиться в стрыгу ее отец за тобой пошлет а пока тебе тут делать нечего честь имею так все нас больше сюда не пустят и не поверят нам что мы нового учитель фехтования где-то вот здесь я как раз шлялся наверно серии 3 назад но не под запись и нашел пара ход где-то вот здесь вот да вот он он их там даже два по моему прохода с двух разных сторон один из каналов другой вот здесь вот по горочкам по всяким уступчиком где каналы я не помню так что я пошел посюда но в принципе все равно в одно место ведет вон он любовное письмо дорогая моя роза с того самого мгновения как я увидел тебя на приеме вегель бутов сердце моё бьется только для тебя уже не бьется короче понятно ты совсем чуть-чуть не дошел или тебя ебнули здесь и чет не понял вон он в код который с каналов ведет сюда так что он в любом случае в одно место ведет по всему городу ходят слухи что тебе нравятся такие как я не отпирайся цветочек для тебя госпожа варатре и лучше цветочек исчезни отсюда пока я не рассказала о тебе отцу это кто там ты кто неожиданно отвечая немедленно или я вызову стражу прости что я пролез к тебе тайна я геральт друг барда лютика геральт из ривии ведьмак из песен ты уж такого входа у меня не было ни разу как ты сюда попал с главного входа я никого не пускал великим солнцем клянусь барышня чей я все улажу следи за выражениями это фредерик францис де бирже рак новый учитель фехтования веди его в зал для занятий я вскоре присоединюсь ну госпожа это же ведьмак он так сам говорил еще минуту назад у дверей капитан ты правда считаешь что роза вар атре будет упражняться с любым растяпой который возомнит себя фехтовальщиком так вот рот вар атре всегда требует лучшего потому папа и нанял видимо к проводи его в зал для занятий живо как точно барышня у меня такого не было ни разу кстати серьезная никогда не пробовал пары про красота не потому что я не знал что такое произойдет я думал я просто прокрадусь а как ну к ней туда вниз кстати это не то роза ворот или как этом зовут я тоже но этот диалог я уже слышал рвется до клинка не знает деревянный возьми и смотри барышню не повредит от за мной ну открывай ёб твою мать а вы чё ее в подвале на ключ закрываете что типа слишком жестко держим подавали и ты мой новый учитель ну-ну в этот раз папа расстарался начнем с деревянных мечей я должна знать чего ты стоишь а ты быстрый на давай не ну даже деревянный меч от ведьмака поэбалу получить деревянным мечом тоже знаете тощие удовольствие хороший бой их гораздо лучше чем предыдущий на самом деле я не учитель фехтования нет ах кто и каким чудом ты сюда попал так ну мы же говори о что-то я не понял мне казалось мы уже разговаривали в саду в саду а да в саду так что ты говорил зачем ты пришел это хора играться со мной прежде чем я задам вопрос должен сказать ты неплохо владеешь мечом хотя при уклонении открываешься слева я знаю никак не могу от этого избавиться я надеялась в новиграде папа найдет кого-то кто мне поможет эй не заговаривай мне зубы ты сам сказал что пришел не уроки мне давать я пришел спросить про твоего учителя риторики лютика учитель риторики тоже мне учитель это папа его нанял для риторики а он играл пел и воображал себе неизвестно что ну между вами были некие отношения ну если считать отношениями что он за мной ухлёстывал то он даже тогда между нами ничего не было за нас счет развлеклась моя сестрица ну все хватит пустой болтовни становись я требую реванш не стоит а это конечно очень сложный бой но все дура что ли затканись а нахуй лучше кайте не запинал тут вообще много хаватик вахалится делись чтоб тебя может ты не учитель фифт виня но мог бы им стать не хочешь дать мне пару уроков Нельзя отказывать, если дама настаивает О чём это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения Эдна Вар Атре Главная склочница к югу от Еруги Погоди, так это я с тобой в саду говорил? Конечно, со мной А что, Роза решила над тобой пошутить? Не сердись Мы так с детства забавляемся Нас всегда все путали Как я понимаю, Лютик тоже вас путал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувства Закрай на минуту свой зловредный ротик, сестричка И позволь мне объяснить Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени Он по своему тщеславию, конечно, всему верил А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы Роза, у меня были самые благие намерения Я помогала тебе сделать первый шаг Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь Спокойно Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг к другу в волосы Особенно такой бездарный Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством Как пылать к нему тайным чувством, если он восплевает таланты другой? Я еще не спятила О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубодурша Очень способная и необычайно талантливая, разумеется А впрочем, кто его знает? Он мог все это выдумать, чтобы возбудить нашу ревность Жалкий пивун Вижу, он преуспел Ты сразу так и загорелась Я загорелась желанием дать тебе по носу сопля Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам Приятно познакомиться Заходи еще А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать госпожа Куда и когда я должен явиться? Давай завтра? Здесь же, в то же время Договорились До свидания, мастер-ведьмак Хе-хе-хе Так, 150 опыта Так, уроки фехтования Ну Выполним, но не сегодня Выполним, но не сегодня Выполним его Гоголь-моголь Выполним его, наверное, в следующей серии Так, поговорить с Молли Она у нас последняя, да? Осталась вроде как Ну пойдем с ней дольше всех Знаешь, тут трудно сработать Дружище провалился сквозь лестницу Хе-хе Бедолага Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота Госпожа не знает, с кем попал Еще бы, не про нашу честь Я к горничной ее, к Молли Не морочь голову Баронесса как раз выезжает Зайди с дороги Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность Приветствую, баронесса Приветствую, генерал Ты права, это не случайность Тебя не узнать невозможно Но, чтобы воздать должное этикету Мария Луиза Лавалет Генерал императорской армии Знаком с ведьмаком? Удивительно Да, у нас был случай Поговорить, когда император Вызывал меня ввызиму Ты навлек на себя гнев варом Рейса? Нет, тогда тебя давно не было бы в живых Значит, вас объединяют какие-то общие дела Ну, не буду расспрашивать тебя на улице Воспользуешься моим гостеприимством И расскажешь, что тебя привело? Я ищу девушку по имени Молли Кажется, она здесь работает Это моя горничная Сейчас она у моей подруги Патриции Вигельбуд Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьма? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? А вот если бы я в начале, в самой игры выбрал то, что я убил ее сына, там, в замке лавалетов, тогда бы она сказала, я с вами не поеду, и все, осталось бы здесь А так, что-то я и даже похрену Так, я дойду Нет Поехали с вами Если Молли будет там Тогда Я туда ехать один буду только минут пять Она бы обидела и сказала, ты убил моего сына Это было честно Но я все равно не хочу быть, находиться в твоем, в твоей компании Так что я останусь здесь И мы бы поехали с одним Вауархисом Мы на месте У моего отца было похуже имение в Бругге Я ездила туда в детстве Идем посмотрим лошадей Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное Всех своих кобыл я зову Платва Вон та серая Конторелла Дочь Кагыра, чемпиона из воли Серый хороший цвет Для коней тоже Мой фаворит Вороной Немрот Чистых кровей нельфгардец Странно, что он не отдал тебе честь, генерал Так Молли тоже лошадь? Прости В конце концов, я здесь из-за нее Я велела Молли присоединиться к нам, как только она управится с делами Думаю, она скоро будет Зависит от того, что ты приказала ей делать, госпожа Впрочем, выбора нет Я подожду Похоже, ты разбираешься в лошадях Разбирается, это слабо сказано Он настоящий знаток Коней куда честнее, чем люди Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак По большей части, стараюсь не падать А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим Ведьмак, не заставляй себя упрашивать Если выиграешь, получишь мое лучшее седло Оно сделано в столице Нельфгарда Отличная дубленая кожа Так, ну ладно, давай прокатимся Но я сейчас это Остановлю Прокатимся уже, получается, в следующей серии Так, Контореллу Немрот Рыжий Гнидой Давай на Конторелле Сера и кобыла, похоже, проворная Кроме того, я когда-то знал человека по имени Кагыр Я с тобой состязаться не буду Лучше поставлю победителя По-моему, выиграет Немрот В таком случае попытаю удачу на гнидом зериканцы В таком случае зачем медлить? Начинаем! Давай-давай-давай-давай-давай дружище ты куда пошел ты все ебнуты а сохранится можно да да можно прекрасно ладно давайте на этом закончим всем спасибо кто досмотрел это видео до конца подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и увидимся в следующей серии всем спасибо всем пока и и и и и и и и